Начинается программа персонально ваш, здесь Яков Широков. Добрый день. Я Екатерина Конакова и сегодня персонально ваш экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, Яков. Ну что, начнем с ваших новостей. Что у вас там происходит? В одном городе Майдан, в другом памятники свергают. Вообще, все в порядке в США? Ну, я сейчас не в США, который маленький секрет, но это не принципиально. Вот, и вообще, я считаю, я гражданин России, да, поэтому, кто говорит, что там у вас, у нас, с вами, это, знаете, не у вас, а у нас. Вот, поэтому, ну, в США, знаете, как, президент Трамп открыл ящик Пандора во время своей предвыборной кампании, достаточно резко высказываясь по многим вопросам, которые возбуждают людей, как сказать, экстремистской направленности, российской направленности. И, собственно говоря, вот то, что мы наблюдали, там, несколько дней назад, в Шерлдсвилле, в Вирджинии, совсем недалеко от Вашингтона. Ну, собственно говоря, это во многом, многие эксперты говорят, что это и было спровоцировано вот той позиции, которую занимал Трамп в ходе своей предвыборной кампании. Да, поэтому, вот теперь приходится расслабывать, да, и, собственно говоря, вчера последовал такое достаточно серьезное заявление Трампа, ну, неожиданно серьезное, да, что он там намерен бороться с расистом, что дело не в цвете кожи. Ну, такое, такое, знаете, вот абсолютно в традициях американского политического эстеблишмента. Ничему не обижающий, ничего не... Ну, нет, ну, вы знаете, как... А что он должен? Он, собственно говоря, знаете, для политического заявления достаточно. Для политического заявления там достаточно, по крайней мере, и таких заявлений от него раньше не было слышно. Вот, ну, вот он открыл, и ему и закрывать, да, этот ящик. А до него этот ящик не открывался никем? Ну, вы знаете, где-то, наверное, с начала 92-го года, с 92-го года, с 90-х годов, там, когда были большие волны в Лос-Анджелесе, в общем, как-то старались весь американский политический класс, он старался вот быть достаточно политкорректным, чтобы не возбуждать эту тему, понимая, что в Америке есть большое количество людей, которые могут, ну, что называется, вот отреагировать так, как мы видели, да. И, в общем, общая задача, общая цель американского политического класса была в том, чтобы, ну, попытаться как-то вот свести на ней остроту нежасовых отношений. Ну, и вообще говоря, если сравнивать, там, Америку, там, сегодняшнюю, с Америкой, там, не знаю, 70-80-летней давности, вот, то, конечно, прогресс-то большой, да, потому что, как говорится, как мы любим говорить, там, у вас в Америке негров лет чует. Ну, собственно, там, лет 70 назад, американцы в черном цветном коже, их, в общем-то, не пускали в школу, и, вот, собственно, там, мой ребенок ходит в первый класс в школу, да, у них там была специальная неделя, они изучали вот эту проблему, раз, отношения, историю, как маленькая девочка добивалась того, чтобы ее пустили, даже после принятия закона, в школу, где были одни белые дети. Ну, собственно говоря, вот на это работает вся система и воспитания американцев, и политическая система, да, поэтому, вот, как вопрос, что пытались делать раньше, раньше пытались эту тему, ну, не то, что закрывать, да, но, что называется, воспитывать американцев в правильном направлении. То есть, пропаганда, пропаганда в хорошую сторону. А до Трампа, получается, политики осторожничали, боялись поднимать этот вопрос? Екатерин, знаете, вот, знаете, дело не в том, чтобы боялись обсуждать, они считали, что не надо возбуждать, да, вот, извините, это примерно как, вот, в туалет подпросить пачку дрожжей. В принципе, интересный эксперимент, да, только не уверен, что это нужно делать. Так вот, американские политики старались этого не делать. То есть, это бессмысленно, конечно. Ну, вызвать эффект очень красиво получается. Ну, оно абсолютно бессмысленно, я бы даже сказал, негативный эффект, да, вот, если так, по большому счету посмотреть, результат получается, ну, явно не тот, на который вы рассчитывали. Вот, ну, вот, Трамп от сделал, Трамп это сделал, и, вот, собственно говоря, Шаруц видит то, что он получил в ответ. Как говорит ваш главный редактор, обратка. А вот памятники, что-то я не припомнишь, и в Америке, вот, также вот памятники срывали участники каких-нибудь акций, как это, например, было в Украине, где устроили ленинопад. Что-то, по-моему, это вот это новое. Это новое, это новое, ну, собственно, это и есть вот обострение, такое расовых отношений, обострение, я даже не могу назвать, политических взглядов, да, таких крайне ценностических, да, крайне рас, российских взглядов, и их противников. Ну, вот так вот, выливается в разные формы, в том числе и в такие. То есть это и есть та самая обратка, о которой вы говорили? Это и есть та самая обратка, которую получил Трамп. А как же... Которая сегодня на страницах всех газет, на экранах всех телеканалов. Как же прислала вторая поправка на свободу слова, свободу совести? Ведь даже пусть они там и человек-ненавистники, скажем, ну, грубо говоря, расисты, они же напирают на вторую поправку. Они напирают на вторую поправку, но при этом их сторонник на автомобиле врезается в толпу митингующих, те, кто выступают против. А там же не было прямого столкновения до этого момента, прямого столкновения между сторонниками одной и другой позиции. Полиция их разводила. Собственно говоря, весь конфликт, он, ну, вот, сам по себе, это российский марш был неприятен, да, но основная проблема, основная проблема, собственно говоря, для Трампа, это то, что вот этот молодой достаточно человек на автомобиле врезался в толпу митингующих, осознанно причем. То есть он осознанно туда врезался, везду, что погибла женщина. Сергей Владимирович, чтобы стабилизировать ситуацию, избавиться от этой самой обратки, что Трампу нужно сделать сейчас, в первую очередь? Ну, Трампу нужно изменить себя, ну, во что верится, во что, во что, во что, я думаю, что не то, что нереально, но, опять, знаете, ново сей ново, никогда не говори никогда, и понятно, что вот приход нового руководителя администрации, аппарата Белого дома и там усилия, вот, самой ближайшей команды, и юристов, и тех, окружающих, там, родственников Трампа, они сейчас направлены на то, чтобы, ну, как-то вот погасить его такое эмоциональное поведение, и, вот, ну, заставить его все-таки осознать, что он является не просто, даже таким шоуменом, не просто шоуменом и кандидатом в президент, а что он является президентом, и что на нем лежит особая ответственность. Ну, вот, иногда это удается, иногда не удается. Но, знаете, вот, мне кажется, что все-таки, ну, так вот, если посмотреть, там, то, с чего Трамп начинал, там, сразу после избрания, там, до середины ноября, или, там, в конце января, когда он уже был президентом, и сейчас, ну, некий прогресс наблюдается. Конечно, там, рано говорить о том, что Трамп соответствует всем таким классическим канонам американского политика, но все-таки, я бы сказал так, что усилия окружающей команды, они сказаны, они видны, они видны. Ну, вот, по вашей оценке, вот это происходящее событие в Северной Каролине, Вирджиния, это, скажем так, маркер, что происходит опять раскол, как было 150 лет назад между Югом и Севером? Или все-таки удастся залечить этот раскол? Ну, Яков, я бы не стал бросаться такими громкими словами, что это раскол, что это гражданская война, Юг-Север, противостояние, да нет, конечно. Ну, все-таки серьезная вещь. Ну, это серьезный инцидент, серьезный взгляд, которого не было давно, но, опять, если вы оглянете в историю, если вы посмотрите там, что было 25 лет назад в Лос-Анчелесе, ну, все-таки, это небо и земля, это небо и земля, да, вот это продолжающиеся, ну, продолжение всего того же самого процесса, да, и там, еще до 92-го года может творить историю. Вот, конечно, ну, там, 20-30 лет назад расовые столкновения в Америке были гораздо более острыми и гораздо более болезненными. Ну, вот, излучить, на самом деле, я бы сейчас извините, да, то есть, вот, то, что мы наблюдаем в США, при том, что, вообще-то говоря, если существует единство политического класса в том, как нужно относиться к этой проблеме, что с ней нужно делать, посмотрите, 25 лет, это вот так, ну, считается человеческое поколение, жизнь человеческого поколения. Вот прошло поколение с 92-го года, это после Лос-Анджелеса, и все равно проблема не исчезает, и все равно она где-то держится, и все равно она в глубине души, ну, в глубине, я не знаю, чего там, да, у многих людей сидит, да, и что же говорить тогда, понимаете, возвращаясь, знаешь, к нашим делам перейдем, да, вот когда у нас уже такая вот, ну, не знаю, не пятилетка, у нас уже десятилетие ненависти, начиная, наверное, там, больше, там, с бронзового солдата при Балтике, да, там, оранжевая революция на Украине, грузинская война, там, украинская война, да, в Донпассе, вот наши, там, 12 лет, декада ненависти такой, да, когда нашему населению в голову вкладывается вот эту ненависть ко всем окружающим, к соседям, к соседям, которые живут в соседних квартирах, что называется, да, которые живут за границей, у нас по другую сторону нашей государственной границы, и вот это, давайте подумаем, что, там, американская пропаганда, поколение тратит на что, чтобы тему погасить, а российская пропаганда уже полпоколения, да, 12 лет тратит наоборот, на то, чтобы эту тему, вот, на этом, мы на горе всем буржуи, мировой пожар раздуем, так вот, мы раздуваем этот пожар в душах и в мозгах российского населения, мне кажется, вот это гораздо более серьезная, гораздо более опасная тема. Сергей Владимирович, ну, мы уже поняли, что, чтобы стабилизировать ситуацию, Трампу нужно поменяться, и то, что сейчас происходит в Штатах, это только начальная реакция, как вы думаете, к чему это все может привести, то есть, сейчас это самое обратное, это только начало, я так понимаю. Ну, Екатерин, ну, вы знаете, я готов прогнозировать и говорить, там, начало, конец, середина, это обратка, это обратка, которую он получил, и, вы знаете, вот, ну, с высокой степенью вероятности можно предположить, что ничего другого не произойдет, да, ну, что вот никаких дальнейших эксцессов такого типа происходить не будет, да, можно предположить обратное, да, что в одном штате за другом, за другим, где сильные российские настроения, где сильная организация российского, российской направленности, начнется аналогичное выступление, аналогичная демонстрация, и так далее. Ну, вот, сценарий, сценарий большое количество, но, опять, вот, я, в какой раз же повторяю, это не в интересах американского политического класса, и все усилия сейчас будут направлены на то, чтобы этот процесс, чтобы это был единичным явлением, а не процессом. Ну, теперь к другой теме перейдем. Сегодня стало известно о банкротстве Air Berlin компании. Компания, все-таки, не последняя. Вот, что-то на рынке это изменит, случай с Air Berlin? Потому что я знаю, что у Алиталии тоже проблемы, и немаленькие. Ну, Алиталия уже несколько раз там банкротилась, и, собственно говоря, в банкротстве авиакомпаний нет ничего удивительного. А страшного? Да, и страшного тоже. Да, и страшного тоже. Вы знаете, вот, в конце концов, рынок авиаперевозок, особенно в Европе, он очень конкурентный, где существуют, наверное, десятки, если не сотни авиакомпаний, но десятки точно в Европе. В Европе существует режим открытого неба, то есть, в принципе, любая авиакомпания может в рамках Евросоюза летать из любого города в любой город, но если она найдет, купит, достанет слот в аэропорту, чтобы не выпустили. То есть, единственным ограничением являются пропускные возможности аэропортов. Вот, и там все авиакомпании летают, например, на одинаковых самолетах, там отличия очень незначительные, примерно один и тот же набор сервисов взлетают, прилетают в одни и те же аэропорты, одни и те же процедуры, но с точки зрения потребителя, ну, да, есть, конечно, там, кто-то там мили дает побольше, кто-то еще, но в принципе, вот, авиационные пассажиры, это существо такое циничное, если ему дают там, не знаю, там, цену чуть ниже, то он готов лететь. И, вот, святое место пусто не бывает, понятно, что на рынке авиаперевозок в Европе существовал, и, на мой взгляд, и существует избыток перевозных мощностей, ну, количество летающих пассажиров в Европе растет гораздо медленнее, чем количество авиакомпаний. Ну, собственно, вот, Air Berlin, он долгие годы, эта компания долгие годы проводила такую политику дискаунтера, пыталась развиваться на низких ценах, ну, вот эта экономическая модель оказалась нежизнеспособной. Я не вижу никаких проблем для европейского рынка, знаете, как отряд не заметил потери бойца, ну, собственно говоря, точно так же вспомните, у нас, сколько там, года, два с половиной, три, может, назад, я же забыл, ушла с рынка компания Transair, ну, в общем, были какие-то там... Кстати, до сих пор кто-то периодически вспоминает и говорит, что очень плохо, что ушла. Ну, вы знаете, для какого-то пассажира, может быть, это и плохо, там, возможно, в какие-то города России и мира, там, никто не стал летать после Transair, но, в принципе, там, никакого падения пассажира потока, да, никаких проблем особо больших, ну, как бы был переходный период, естественно, связанный с тем, что там, от Transair билеты продавал, а пассажир там должен ввести кто-то другой, но, в принципе, уход Transair с российского рынка, в общем, никаким тяжелым последствиям не привел, да, в общем, как-то, более того, это многим авиакомпаниям позволило оздоровить свое финансовое положение, потому что Transair откровенно играла на понижение цен, допинговала, залезая в долги, которые были совершенно неразумные, вот, ну, и все, ситуация в целях в секторе авиаперевозок России после этого оздоровилась, я думаю, что... А, качество перевозок, ну, тут сейчас прям буря возникла после того, как билеты стали говорить об введении билетов без багажа, и все вспомнили одного лоукостера нашего и прямо вот плюются. Вы знаете, Яков, я в этом отношении у меня такую прагматичную позицию. Качество, качество выбирает потребитель. Вот, он платит своим рудом, и вот этот час. Подождите, подождите, любой потребитель в любой ситуации, не только на рынке авиаперевозок, а везде, выбирается отношение к качеству-цена. Вот, исходя из того, что ему... Рынок перевозок конкурентный, в России тоже. И вот тот лоукостер, который вы называете, он один из перевозчиков. Насколько я понимаю, у него нет никаких монопольных прав по каким-либо маршрутам. Он предлагает низкие цены на билеты с какими-то ограничениями. Ну, например, билет нельзя менять, или там нельзя багаж, или за багаж надо доплачивать, и так далее. За рассаду, за ровно. Подождите, ну, вот, слушайте, вот, это же не он придумал, да, это не эта компания придумала. Это мировая практика. Во многих, многие авиакомпании используют точно такие же методы. Вот. Значит, и вы, как потребитель, вы решаете. Вам согласны на такие условия или не согласны? Судя по динамике, которая, собственно, этот авиаперевозчик, про который вы говорите, показывает, количество перевозимых пассажиров у него растет. Если он раз растет, значит, потребитель согласен. Да? Значит, потребитель выбирает его цену с качеством, или его качество по той цене, которую он предлагает. Да? Но с другой стороны, там, есть еще одна компания, родственная лоукостеру, которая предлагает очень высокий уровень сервиса, у которых билеты, как правило, самые дорогие. И там тоже количество перевозимых пассажиров достаточно быстро и уверенно растет. То есть, есть и те люди, которые хотят лететь подешевле, да, и те люди, которые готовы платить за дополнительный комфорт чуть больше. Ну, что, потребитель есть потребитель. Если он голосует вот своим рублем за компанию, почему нужно запрещать? Ведь на самом деле же вопрос идет мне взаимоотношение там, давайте принимем закон, который запретит. Но запретит потребителю выбирать то, что ему нравится. Наоборот, надо сказать, слушайте, замечательно, пусть расцветают то цветов, пусть у нас будет ситуация от компаний и пусть они конкурируют между собой. Получается, что все-таки преимущественно выбирают сервис, а не цен билетов. Нет, 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 ну, Екатерин, просто, ну, вот эти две компании, я уже устал, там, то, что повышенный сервис это Аэрофлот, а то, что у Костера называется Победа, очевидно, да? вот они, за собственную Победу дать дочерние компании Аэрофлоты. Вот, просто у Аэрофлота гораздо больше парк самолетов, у Аэрофлота гораздо больше сетка маршрутов, и понятно, что Аэрофлот перевозят гораздо больше пассажиров, у него там много монопольных направлений, в том числе в международных перевозках, вот, у Победы у всего меньше, поэтому перевозят меньше, но динамика, там Победа возникла сколько, год три назад, ну, посмотрите, она там за три года там вошла в десятку точно, а может даже в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, значит, она что-то предлагает потребителю, да, что ему нравится, значит, у нее есть свой класс потребителей, если там из, не знаю, там из 70-80 миллионов пассажиров Победы перевозит свои пять, замечательно, значит, есть пять миллионов пассажиров, которые, мы же не хотим, мы же не хотим, чтобы у нас, как там, все пассажиры летали, знаете, пусть у нас Государственная Дума принимает закон, который устанавливает цены на авиабилеты, на самом деле, была такая попытка федеральной антимонопольной службы, вот, я помню, лет пять-семь назад, не, 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 а ведь, ведь, в то время, где-то там, в десятом-двенадцатом годах, ФАС, федеральная антимонопольная служба, очень серьезно наезжал на всякие, на разные авиакомпании, пытаясь требовать их унификации, цены билета, чтобы у них, знаете, чуть ли не каждый километр полета стоил одинаково, независимо от маршрута и так далее, объясните, почему у вас, на маршруту, одинаковой протяженности, цена на билеты разные, а почему первый билет вы продаете, там на сорок процентов дешевле, ну, первый билет в какую-то, в какую-то рыць продаете, там, сильно дешевле, чем последний билет, почему последний билет стоит дороже, ну, то есть, вот, билет давайте установить единое, ведь были такие попытки антимонопольной службы, абсолютно идиотские люди, в моем понимании, просто вообще не понимали специфику рынка авиаперевоза, как там устанавливаются цены, но мы уже этого не хотим, да, я думаю, я считаю, что, да, очень хорошо, я считаю, что, вообще, там Россия должна присоединиться к Евросоюзу в открытое небо и пустить на свой рынок, я там, европейских авиаперевозчиков, разрешить на российские авиакомпании летать в любые города Евросоюза, ну, мы с вами, мы с вами, как потребители, от этого только выиграем, потому что я вам обещаю, что цены на авиабилеты после этого снизятся, да, и, а как там будет выживать победа, аэрофлота, аэрберлин, или какая-нибудь другая авиакомпания, это вообще-то проблема их менеджмента, их акционеров, мы с вами, как потребители, заинтересованы в том, чтобы самолеты летали туда, куда мы хотим, чтобы они были надежными, чтобы сервис там был разного уровня, и мы могли с вами выбирать, и чтобы по соотношению цена качества для нас всегда находилось предложение на рынке. Вот наш интерес. А вот, кстати, по стандартам безопасности и качества, где стандарты выше, все-таки у нас или в Европе? Потому что вчера коммерсант прям переполошил статью про топливо в Шереметьево и про то, что он там оказался такого качества, что аэрофлот пришлось закупать где-то в другой компании. Вот где оно? Ну, это вообще, говоря, не вопрос авиакомпании, это вопрос нашего Минтранса, который там, Федеральная служба по воздушным транспорту, который запускает этим заниматься осуществлять надзор. И, не знаю, там у нас, есть там Роспехнадзор, Роспотребнадзор, не знаю, кто там должен контролировать качество авиационного топлива. Но это не стандарт авиационной безопасности. То есть, я считаю, что вот аэроход абсолютно правильно поднял тревогу, заявив о том, что качество топлива в Шереметьево не соответствует стандартам, что-то несет угрозу пассажира. Да, и пусть там разбирается, почему там Газпром нефть, да, собственно говоря, там дочерь, дочка Газпрома, компания, которая контролируется государством, допускает это. Да, и вот я бы на месте там Федеральной антимонопольной службы всяких наших контролирующих служб вот этим бы занимался. Да, и бы выяснил, как так бывает, да, что они, как в известном фильме, ослиной мочой разбавляют. Не должно такое быть. Собериться, когда-нибудь лететь, там бензина нет, уже керосина авиационного. Сергей Владимирович, хочу спросить вас про нашумевшее видео с участием Георгия Полтавченко и Рамзана Кадырова, где они скандировали Ахмат Силая. Вот если бы у нас были честные выборы, что бы стало с карьерой Полтавченко после этого видео? Если бы у нас были честные выборы, то на следующий день, после того, как это видео появилось в эфире, в Санкт-Петербурге прошел бы референдум, собралась бы инициативная группа, которая бы инициировала референдум об отрешении Полтавченко от должности. Думаете, что так все серьезно? Слушайте, я думаю, что количество людей, которые поддерживают «Зенит», в хорошем смысле фанатов «Зенита», там, болельщиков «Зенита», ну, по большому счету, там, в отличие от Москвы, там, Петербург, там, сколько там, 5 миллионов, в Москве там 12, там, в два раза меньше, в Москве там 5 футбольных клубов, да, и болельщики делятся, и нет такой консолидации. Питер один. Понятно? Ой, слушайте, ну, здесь у меня есть какой-то зоопарк. А что? Вот. Кушка лает. Вот. И понятно, что количество болельщиков «Зенита», там, с учетом «Зенит», оно колоссальное, они очень хорошо организованы, да, и достаточно вспомнить, что там, на последнем матче, годовщину гибели подводки Курска вывесили на замечательный плакат, да, в память там, то, что не сделало там российское государство, то, что побоялся сделать президент, правительство, там, губернатор Санкт-Петербурга. Болельщики это сделали, да, то есть у них из патриотизма все в порядке, да, и у них с организованностью все в порядке, и команду свою они любят и поддерживают. Да, вот, и я думаю, что как только, вот если бы у нас была там, свободная, там, политика, да, конкурентный выбор, реальная демократическая ситуация, то губернатор Полтавченко сам бы написал заявление, да, вот просто бы его президенту заблокировали, да, и он, не дожидаясь бы референдума, ушел бы написал бы заявление, сказал бы, назначил бы досрочный выбор, там, в связи с своей отставкой. Вот, ну, а так, знаете, а так, что от него требовать? Ну, вот, у вас, кто-то говорит, то будет там, Полтавченко, крупная политическая фигура, да, он мелкая политическая фигура, он мелкая политическая сошка, абсолютно самостоятельная. Ну, скажите, вот, в чем состоит политическая карьера Полтавченко? В том, что его там сначала Путин назначил, там, своим представителем в северо-западном округе, а потом Путин назначил губератором Санкт-Петербурга. Замечательная карьера. Замечательная карьера. Человек, который никуда, никогда сам не избирался, человек, у которого нет никакой поддержки, кроме административной. Ну, политик, он мелкая, мелкая сошка, которую все забудут. А вот то, что там кричал Ахмад Сев, это мы всегда будем помнить. То есть, получается, что Георгий Полтавченко абсолютно все равно, что скандировать? Георгию Полтавченко абсолютно наплевать на жителей Санкт-Петербурга. Вот вообще наплевать на жителей Санкт-Петербурга, на их интересы, на их взгляды, на их позиции. Ну, это они, мы, знаете, население у нас замечательно, а люди нам мешают жить. Вот это его позиция. Вот позиция губернатора Полтавченко состоит в том, что, кто они такие? Почему я должен про них думать? Ну, я приехал в гости к уважаемому человеку. Почему мы с ним вместе не порадоваться? Да, не покричать какую-нибудь кричалку? Мне кажется, что он вообще даже не очень понимал, что он кричит. Ну, все кричали, он кричал. Говорю, что он кричал не про футбольный клуб, а про борцовский клуб? Знаете, вот, он может там доказывать все, что угодно, да, но, в общем, как-то вот все зрители этого, все люди, которые посмотрели этот ролик, у них совершенно однозначное представление о том, что кричал Георгий Полтавченко, да, вот там как-то, ну, как бы он ни кричал, да, вот слово Ахмат, да, у болельщиков, футбольных болельщиков ассоциироваться с вполне понятным клубом. И, когда он на это кричит, ну, в окружении людей, которые являются спонсорами, болельщиками, поддержками, просто-просто, вот даже безотносительно, там, всех специфики российско-чеченских отношений. Ну, представляете, там, не знаю, там, мэр, мэр Вашингтона, да, где есть замечательная команда Вашингтон Кэпитал, где играет наш Александр Овечкин, да, еще много российских хоккеистов, да, сэши, хороших, вот, 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 слушайте, выходит и начинает кричать, Эдмонтон Оверс, лучшая хоккейная команда МИР, Энхайл, ну, точно проиграет выбор, невозможно, не может, там, руководитель города, там, мэр, в Петербурге, губернатор, да, просто наплевать на свою родную команду, который там, у которой в городе огромное количество болельщиков. Сейчас прервемся, на новости рекламу, да, еще одна тема, РБК, извините, вот, можно, сейчас пока был перерыв, я нашел статистику, да, в авиакомпании, значит, Победа, это шестая авиакомпания России, она не пятая, а что статистика, простите? Федеральная служба воздушного транспорта, Росавиация, она публикует данные ежемесячно о динамике авиаперевозок, сколько, какая авиакомпания перевезла пассажиров, да, так вот, в прошлом году, в прошлом году, там, 16-15 году у Победы рост перевозок 38,7%, ну, практически на 40%, при том, что все авиакомпании, у них вырос пассажиропоток на 11%, да, в этом году, ну, то есть, это означает, что в прошлом году, в прошлом году Победа была привлекательной, в этом году, там, за первые полгода у Победы выросло на 5%, да, перевозки, а у всех авиакомпаний на 25%, ну, значит, вроде как она, не, ну, подождите, ну, вроде как она уступает, да, но мы понимаем, что, ну, там, хорошо, просто я понимаю, неправильно говорить, всем все понимают, да, что на самом деле, возможно, у Победы есть какие-то ограничения по самолетам, какие-то есть ограничения по маршрутам, есть очень важный показатель процент занятости кресел, да, это очень важный показатель, потому что в конечном итоге, вот, знаете, как, если самолет летит, если самолет стоит, то он не зарабатывает деньги, если он летит пустой, он тоже не зарабатывает деньги, он их тратит, вот, у Победы заполняемость кресел за первые 6 месяцев этого года на всех рейсах, вот, если все посчитать, да, 93%, при том, что в среднем по российским авиакомпаниям 80%, это означает, что вот Победа предлагает ровно тот продукт, который нужен, там, больше многим российским потребителям, доля, небольшая, да, доля, там, примерно 4,5% на рынке, то есть, это, ну, точно совершенно, там, не 10%, и не 20%, да, вот, но тем, но тем не менее, но тем не менее, ее билеты, билеты этой авиакомпании, они, вот, находят своего потребителя, поэтому, ну, эти вот, есть такой, есть такой, да, продукт, есть другой продукт, поэтому, принятие закона, ограничивающего, там, маркетинга, нет, ну, я не к вам, да, у нас там есть много всяких разных больных депутатов, которые этого хотят, да, извините, пожалуйста. Собственно говоря, вопрос следующий, сегодня РБК исследование публиковало, у нас оказывается, топливно-энергетический комплекс, по-прежнему, основной донор, по части налогов, это что значит, 17 лет уходили, и пришли к тому, от чего уходили? Ну, а, Яков, а вас это удивляет, что нефть, и газ, расстраивает, что, что нефть и газ являются основой российской, опоры российской экономики, ну, это ни для кого не секрет, ну, извините, знаете, на самом деле, вот, есть такая печальная статистика, там, они можно долго говорить, но, в общем, каждый кризис в российской экономике, он увеличивает долю сырьевого сектора, ну, потому что, вот, на любом повороте, на любом вираже, на любом ухудшении условий, вот, как правило, как правило, там, предприятия, работающие, там, в сложных секторах, они попадают, ну, технологические сложные секторах, они попадают в более тяжелые условия, может быть, исключением было, там, первое десятилетие, с 2000-го по 2007-й год, но после 98-го года, там, 99-й, 2000-й, там, доля сырьевиков резко выросла, просто потом пришли нефтедоллары, там, пришли заемные деньги, там, ситуация резко улучшилась, поэтому, то, что, ну, потом дальше, ну, как-то, давайте не забывать, что у нас существует очень специфическая система, мы одна из немногих стран в мире, которые держат различные цены на нефть внутри страны, и на экспорт, и, собственно говоря, вот в этот, в этот, в эту сумму, сотрудники РБК включили, вот, то, что называется, экспортные пошлины на нефть, на нефтепродукты, ну, это не совсем правильно считать, на мой взгляд, что это платильщиком является, вот, топливно-энергетический комплекс, да, потому что, в конце концов, это, такое, изъятие ренты государством, ну, вот, ну, непонятно, что платильщиком ренты являются, там, нефтяные компании, да, но, их вклад в это дело минимальный, если бы, если бы мы сказали, что, знаете, давайте у нас, вот, мы разрешаем, там, предприятиям общественной торговли, тоже добывать нефть, у нас бы выяснилось, что, предприятиям общественной торговли, тоже начали платить, добить плательщиком, экспортные пошлины, вот, поэтому, ну, да, понятно, что, вот, сырьевой сектор, в целом, является, таким, несущей конструкцией российской экономики, там, мы все, там, живем во многом так хорошо, и намного лучше, потому, что есть, вот, эта сырьевая рента, которую мы все успешно проедаем, все сами, кто-то больше, кто-то меньше, кому-то достается чуть больше, кому-то достается чуть меньше, вот, ну, да, да, в этом ничего удивительного нет, и я много раз, ну, несколько раз вам в эфире точно говорил, что, вот, невозможно, вот, знаете, у нас, когда, любят наши политики говорить, нужно уйти от унизительной сырьевой зависимости, и вот, там, типа, в течение следующего президентского срока, да, или, там, в течение следующего, там, как сроков, там, депутатов государственной дома, страна, да, экономика, должны уйти от унизительной сырьевой зависимости, этот процесс точно вот так же, как, там, с российскими настроениями США, это процесс, там, десятилетий, процесс поколенческий, и, там, правительство, власть, государство в целом, да, там, должно быть очень много сделать, целенаправленно сделать, да, чтобы, там, экономика могла уйти от сырьевой зависимости, если политика будет, вот, так, у нас и через 20 лет проведет РБК свой анализ, и выяснится, что опять, топливный энергетический комплекс является основным донором, плательщиком налогов федерального бюджета, ничего удивительного в этом нет, какая политика, такие результаты. Сергей Владимирович, хочется обратиться к другим результатам, к опросу в ЦИОМ, 5% опрошенных хранят сбережения в долларах, а 3% в евро, это много или мало? Правильно ли они делают? Екатерина, я не видел этого опроса, мне кажется, что вообще опрос, вещь такая, у нас, вот, 5% от опрошенных хранят в долларах, насколько я помню правильно, у нас где-то там порядка 30-33-35% всего населения имеют сбережения, да, поэтому, если вот это, там, 5% от опрошенных, а не от тех, кто имеет сбережения, то, в принципе, это нормально, да, у нас доля валютных вкладов достаточно стабильно держится, не знаю, на районе 24, там, чуть больше, чем меньше, там, от 20, там, до 28% входит чуть вверх, чуть вниз, есть, есть, там, причем, ну, как правило, это более обеспеченные россияне, как правило, валютные вклады, они, существенно больше по размерам, чем рублевые, ну, вот так, значит, ну, то, что там количество, там, опять, количество людей, имеющих, там, долларовые, евро и вклады, это не говорит об их объем, да, то есть, ну, хорошо, что там, подтверждает тот факт, что, там, российское население, особенно, то, которое имеет сбережения, живет в такой, в тривалютной системе, да, то есть, у нас там система координат, такая, рубль, евро, доллар, и вот там шарахаются, туда-сюда, но я думаю, в последнее время не сильно шарахаются, просто имеют и там, и там, что называется, и в рублях, и в долларах, и в евро вклады, ведь это же не означает, что люди, которые имеют вклады в долларах, не имеют в рублях или в евро, в общем, статистика ни о чем, мне кажется, какой вопрос, такой ответ. Еще два вопроса от слушателей, а первый вопрос, насколько вероятен обвал рубля в этом году, и второй, что на конец года будет надежнее, доллар, евро или фунт? Хорошие, хорошие вопросы, любимые вопросы. Возможно ли, знаете, как это, я ответ, ну и, возможно ли обвал рубля, а он скажет, как это, возможно ли увидеть динозавр, выйти на улицу Москвы, то ли да, то ли нет. Вы осторожнее, Навалер же пошутил, в целом новости. Ну да, я, 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 я более аккуратный. Вы знаете, вот, если, если вдруг, цена на нефть упадет, не знаю, там до 25 долларов за баррель, то рубль точно рухнет. Если нефть упадет, ну, не знаю, да, то есть, я думаю, что если там ниже, даже 40 долларов за баррель нефть упадет, в цене, цена нефть упадет ниже 40 долларов, то рубль точно рухнет. Но произойдет ли падение цены на нефть, я точно не могу сказать, да, и, ну, это вещь, которая не поддается ни прогнозированию, ни предсказания, вот, поэтому, может такое быть да может случиться не такой я не готов не говорить не да не нет потому что точно совершенно я у меня нет такого магического свойства магнит магической возможности предсказать что случится с долларом станете либо богаче и станете вы беднее из-за этого что будет доллар евро фунт ну знаете это вот такой вопрос я думаю что не к концу этого года не к концу следующего года качество доллара евро или фунта как валюты не ухудшится да то есть они будут по-прежнему там доллар будет по-прежнему первой валютой не в мире евро будет второй валютой в мире ну а фунт вон где-то там третий четвертый он третий все таки валюта в мире по тому по популярности среди инвесторов среди тех тех кто держит деньги в разных разных валютах вопрос наверное все таки как будет меняться обменные курсы но опять говорить об этом трудно то что мы видим последние несколько месяцев мы видим то что евро потихонечку укрепляется по отношению к доллару это вот процесс который там немножечко там процентов на почти уже на 189 наверное за последние месяца 4 5 вот ну мне кажется что английский фунт он будет ближайшее время может даже не то что до конца года еще года три-четыре но в таком вот сильно волатильном состоянии когда будет вверх них сходить но то что великобритании судя по всему придется пройти через братьев придется выйти из евросоюза и конечно на экономику великобритании окажет процесс окажет очень сильное влияние и как себя поведет фунт тоже предсказывает трудно поэтому не знаю как будто все предсказывать российский рубль куда нефть туда и рубли вот поэтому если вы хотите предсказание то в этом отношении рубль проще всего сергей хочу обратиться к публикации из ведомостей банки смогут вскоре узнать практически все о своих клиентах центробанк говорит что это убережет россиян от неподъемных долгов а вы как думаете зачем нужна новая форма контроля не новая форма контроля у нас считается что население в массовом порядке обманывает банки стремясь получить больше кредитов чем в она в состоянии расплатиться мне кажется что центральный банк считает что вот если это сделать на если заставить банки обменивался информацией если составить а единый реестр вот как вот такая болезнь что вот самое главное все все всех всех согнать в одну кучу всех пересчитать а всех собрать всю информацию и вот тогда экономика будет работать нормально вот что там если банки будут знать там сколько кредитов за каждый конкретный человек если можно будет нажать кнопку на компьютере узнать иванов иван чили там сидоров владимир владимирович взял уже столько кредитов он еще зарплата столько работает он там и ожидите у него столько машину не такая дома у него такие западе этот 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 банк примет совершенно обоснованное решение честное да и там не даст ему кредит то что ты закредитован вот ну мне кажется такая имитация имитация бурной деятельности вот во всем во всем мире это отдано кредитным агентство которые строят кредитные истории собирают данные да и выясняется что вот данные там статистик кредитных историй статистика кредитного рейтинга на работают гораздо лучше чем любые базы данных которые создают государство потому что как только мы не столкнемся с базой данных которые создать государство и объясняем что какие-то проблемы какие-то неточности где-то ошибка потом там иванов иван иванович или путь владимирович начнут судиться с Центральным банком, что тот вовремя не поправил такую-то строчку в его данных, что у него зарплата не столько, не столько, что он уже там переехал за одной квартиру в другую, а вот там недостоверная, поэтому банк ему отказал, поэтому он понес убытки. Ну, в общем, вы знаете, мне кажется, что обюрокрачивание экономики никогда не доводит ее до добра. То, что предлагает Центральный банк, это такое типичное обюрокрачивание экономики, когда люди не очень отчетливо понимают, чего они хотят добиться, но зато понимают, что вот если создать очередной приказ, да, и всех обязать что-то сделать, то хуже от этого, вроде, по их мнению, не будет. По крайней мере, всегда можно сказать, а мы это предусмотрели, а мы от этого хотели защититься, ну, подумаешь, там, обманули кого-то. Ну, это уже мы не знаем. Хочется спросить про вот эту историю вокруг внутрестевого роуминга. Кто кого все-таки поборет, по-вашему, ФАС или операторы? Ну, пока операторы успешно борют ФАС, правда. ФАС уже и стучит, и кричит, и последнее 101-е китайское предупреждение, что я даю вам 14 дней на то, чтобы вы это отменили, но для сети сотовых операторов, они как-то вот игнорируют, да, просто, как-то цениться. Уже даже в суд подали. Уже даже в суд подали. Ну, вот, мне даже интересно, мне это, знаете, тут как борьба, борьба на найских мальчиков, да, кто кого переборет. Я думаю, что сотовые операторы переборят ФАС, сотовые операторы переборят ФАС, ну, или, по крайней мере, возьмут себе такую длинную паузу, в ходе которой они что-то такое придумают, да, ну, ну, то есть, отдать там несколько десятков миллиардов рублей, вот, просто так непонятно, ну, вот, просто так нам с вами, населению сказать, слушайте, мы с вас будем брать меньше за те услуги, которые мы вам оказываем. Ну, они должны быть точно больны. Бизнес, задача бизнеса заработать больше. Если ФАС им в этом мешает, ну, как выясняем, вот, бизнес, там, сотовые операторы не выполнили предписание ФАС, ничего не происходит. Ну, значит, можно и следующее предписание не выполнять. А вот, все-таки, мне кажется, что лучше для нас, как для пользователей, чтобы они как-то уравняли цены по России, или чтобы остался этот роуминг внутри сетевой, пусть он уже такой и будет. Ну, для нас с вами, для нас с вами, как для потребителей, выгодно, чтобы понятие внутри сетевого роуминга исчезло, и чтобы вот тот тариф, который мы с вами, там, мы оплатим за звонки в Москве, вот, переезжая в другой регион, там, не знаю, в Алтайский край, в Корякию, в Чукотку, в Тамбов, в Липецк, или так далее, чтобы платить за свои звонки ровно те же тарифы, которые мы платим в Москве. Ну, просто, вот, нигде в мире нет такого, да, что вот в своем родном регионе платите один тариф, а переехав, не знаю, там, за стоя двести или тысячу километров, платите тариф, который в несколько раз выше. Ну, это безумие. Это просто вот какое-то вот, ну, не знаю, издевательство над нами с вами. И еще один вопрос. Слушатель Владимир из Иркутской области спрашивает, что происходит с генбанками и вообще банками в Крыму? Ну, что, проблему у них? Проблема у них, а из-за того, что в Крыме нет самостоятельно устойчивой экономики. Экономика Крым, туристы, видимо, все-таки оставляют не так много денег, как хотелось бы крымским банкам, вот, и уж точно им не хватает денег на развитие, им точно не хватает денег на, там, не знаю, компенсацию тех убытков на развитие сети. И, а самое главное, ведь для банков проблема же расчеты сами по себе, вот, там, между клиентами, они для банков не сильно выгодны. Банк может, чтобы население приносило депозиты для населения предприятия, да. Банки могли давать кредиты, чтобы эти кредиты кто-то просил. Вот, выясняется, что население в Крыму и население предприятия, они достаточно бедные. У них и депозитов немного, и спрос на кредиты невысокий. А тогда на чем зарабатывать? Они, вот, им российской власти пообещали, ну, вы создайте, там, не знаю, там, 50, 70, 150 отделений. И уж, там, вот, вы будете, там, чуть ли не монополистом. Но, люди послушались, да, и создали. Объясняется, что каждое отделение, оно требует расходов, а доходов не приносит. Ну, поэтому, опять, это очередной пример того, как государство вмешивается в бизнесы, что оно преследует, там, политические цели понятные, да. А вот на бизнес, на бизнес интересно наплевать. Ну, честно говоря, мне Генбанк не жалко в этом плане. Сергей Владимирович, еще вопрос от слушателя. Интересен ваш комментарий по поводу новостей продажи всех российских активов Михаилом Прохоровым. Власть к этому безразлична, и у них нет повода задуматься, что подобное действие сигнал для остальных, кому есть что спасать. Ну, я бы не сказал, что власть к этому безразлична. В России уже давно, там, лет 15, существует такое неформальное правило, что если крупный бизнесмен хочет что-то продать или хочет что-то купить, то он должен получить разрешение Кремля. В этом отношении, я думаю, что Михаил Прохоров, ну, он точно давно уже проинформировал, там, кого надо в Кремле, о том, что он собирается, там, продать все или части, или основные свои активы. И он, там, успешно уже на протяжении нескольких лет реализует свою стратегию. Вот у него был пакет Норильского Никеля, он его продал, у него был пакет Поля Золота, он его продал, в Алкале он его продал, он сейчас, там, Русал продает, РБК продал. По разным причинам разные, да, где-то он не видит, там, продажа пакета Норильского Никеля, там, в начале 2008-го, по-моему, это вообще было фантастически удачное решение, да, точно, накануне кризиса, на максимум цен, и он, там, неплохо заработал, а вот там, покупка и потом продажа в Алкале была не очень хорошая инвестиция, с его точки зрения. Вот, поэтому, мне кажется, что Кремль об этом знает, и он смотрит на это спокойно. Самое главное, что активы, которые продают Прохоров, их покупают российские бизнесмены, то есть, с точки зрения Кремля, вот, все остается под контролем, ну, а какая разница, кто владеет пакетом Русала, Прохоров или Виксельберг. Ну, а что будет Прохоров делать со своими деньгами? Ну, мне кажется, что, в общем, Кремлю тоже как-то это, вот, все равно, по барабану, ведь Михаил Прохоров, он, вот, занимает такую, ну, очень, я бы сказал, так, политически выверенную, грамотную позицию, ведь вот он же много продал активов, видимо, денег у него таких наличных много, но мы с вами, кроме вот его, там, футбаскетбольного клуба практически не знаем, да, ни о каких его иностранных активах. Ну, либо он стал вот таким абсолютно пассивным инвестором, да, и там держит деньги, не знаю, там, в облигациях, в каких-то мелких пакетах акций, ну, просто вот вообще не претендуя на прямое управление бизнесом, либо он инвестирует так, что об этом никто не знает. Ну, по крайней мере, явно его, вот, инвестиционная политика, куда он направляет деньги, не вызывает никакой аллергию у Кремля. Поэтому я не думаю, что к Прохорову у Кремля могут быть какие-то претензии. И на этой ноте мы завершаем сегодня персональный ваш. Напомню, что персональный ваш сегодня был экономист Сергей Алексей.